Во имя Иоанна, Сына и Святого Духа, Господь наш Иисус Христос оставил нам Святое Слово, руководство в жизни. Одна из притч гласит, вышел сеять и сеять. А все знают, четыре категории земли, первые при дороге налетели, птицы поклевали и дали камень, на нем немного земли, корень неуглубленный, засохло. И третье, терния заглушила, сорняк. Вот нам в деревне это очень понятно. Вроде вчера только один раз пропололи, опять то же самое. Терния заглушила. Я размышлял эти дни, потому что оказался на огородчике, а земледелец-то никакой. Но то, что терния все заглушила, это я понял. А как это к нам относится? Здесь несколько задействовано сил. Первое, вышел сеять и сеять. Послание к римлянам, 10 главе апостола Павла, этот вопрос разрешает очень просто. Вера. Без веры угодить Богу невозможно. Неверующий Богу представляет Бога лживым. Бог сказал, да мало ли еще сказал, да бумага все терпит. Представляет лживым. А я не говорил, что Бог лживый. Писание говорит это однозначно. Дружба с миром есть вражда против Бога. Любишь по-мерзки. Все бреются, я буду бредься. Вот это и есть вражда. Там написано. Кто любит мир, то нет любви очень несовместимы. Мамоны и храм несовместимы. Христос пришел и Мамона выбросил. А сегодня нет храма, где бы Мамона не царствовал. Все за деньги. За крещение везде деньги. Это называется симония, смертный грех. И как будто никто не видит. А татерия все заглушила. Вера от слышания. Не от того, что ты съел что-то. У человека пять органов чувств. Главный орган восприятия это зрение. А в вопросе веры уши. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Вот мы русские здесь. Как будто никогда не слышали. В 989 году проходит крещение Руси. А Слово Божие делается доступным. В определенной только, не для всех мере. В 1876 году. На 900 лет позже. 900 лет слышания от Слова Божия практически не знали люди. Ни в одном доме Евангелия нет. Это как понимать? А теперь заботы житейские. Немного сказать о заботе житейской. А потом мы вернемся снова сюда. Вышел ты сеять или не сеять? Господь сеет через нас. И он думает. Как? На каждом шагу заботы. Нужны средства какие-то. Дети подрастают. А я поеду в такой-то город. Меня приглашают. Там работа есть. Но недалеко. Там знакомые. Ну, будем торговать, барышничать. И будет выгода. Яков говорит, вы, которые не знаете, что будет завтра. Как вы можете говорить, что будет через год? Торговать будем? Потому что жизнь наша – это пар. Являешься на короткое время. Пар. Вот открой чайник и закрой. Вот это наша жизнь. Мигнул глазом на той стороне. А что делать? Богу довериться. Да будет воля твоя. И на земле, как на небе. Не удивляйтесь, что я называть буду некоторые имена, которых в Библии нет. Потому что первые апостолы учились не заученными молитвами, а того, что происходило. Вот гонения взяли апостола, убили их. И в это время они становятся на колени. Возможно нас это или нет? Вот вызывал городской начальник, такой-то там назовем его. И вот он запретил, чтобы не проповедовали, не ходили по селам. Что мы будем делать? А они склонились к колени и сказали, Господи, возри на угрозы их. Как Ирод и Понтий и Пилат, а тогдашние начальники. Как сегодня назови президента, назови министра внутренних дел, главного жреца. Они согласились гнать детей Божьих. И поколебалась земля. Можно заботиться день и ночь и не знать, что будет. Этот человек поставил задачу истребить церковь. И вы знаете, этот человек, всем очень известный Сталин. А тот нападает враг. В 43-м году он приглашает трех иерархов. И официально православная церковь была провозглашена. Как особая организация, патриотическая. И далее начинается уже по-другому. И победы пошли. Так Богу, видимо, угодно было. Я не простротек, я просто знаю. Замыслы были, заботились. Верующие арестованные. Расстреливают подряд. Речь шла тысяча. Потом десятка. Потом сотни тысяч священнослужителей. Тысячу двести семьдесят пять монастырей. Из них два-три там остались, которые ничего не значат. Семьдесят пять тысяч храмов. Все закрыто. Служители, так это говорится только о православных. А сколько еще было других разных верований христианских. А подряд. И мусульман, буддистов всех арестовывали. И вдруг нападает враг. И где-то советы какие-то делаются. Мы не знаем. А ты доверься Богу. И вот решают. Дают какую-то свободу. Почему? На человека нельзя было взглянуть даже строго. И вдруг все заканчивается ничем. Там с Востока грозит Япония. Им эта вера христианская не нужна. А никак. Еще миллионы жертв будут. Вот и вдруг, брат взрыва, атомы. Страна на коленях. Еще воевать миллионы терний. Еще вполне стила такая. И вдруг император, которого никто не видел и голос его не слышал. Вот как у них принято. И он сказал сдаться. Самое главное, которое вооруженными силами владели, делает себе хракеринец. Скрывает живот и вырезает мутренности. От Бога приходит такое решение, о котором мы даже не знаем. Пришел Гитлер, пытался свернуть эту страну, где все против человека. Не два, не три, а 12 миллионов сельских тружеников, крестьян, самых лучших. Арестовали, сослали. Вот приезжали и в дайке, а те там на Потеряево. И умерли. Они хоронили и хоронили. Есть ничего, нет. Среди тайги выкинули ни инструмента, ничего нет. А у Бога все вымерено. Вот эта терния заглушила веру, а там вдруг пробудилась, начали молиться. Это мы знаем очевидцы, которые приехали. И что, вера открылась? Да. И она сохранила эту веру, вспоминает. Человеку иногда заботы навевает прежде времени. У нас мать. У нее три брата. Дед, это мой дед, Егор Ларионович, он в рот не берет алкоголь. А ему говорят, дед Егор, а как ты будешь выдавать, это, женить сыновей, когда не пьешь, в рот не берешь? Да как Бог даст? Бог дал, всех трех забрали, ни один не вернулся. Война женила всех. Сегодня забота, вырастают дети. Это терния. Верующие как будто. А детям предлагают будущее, замечают их. Или красивые там, или какие-то таланты, музыкальные. Конкурс. Куда? Ну вот там-то. И там деньги какие-то дают. Никогда не слушайте, что скажет сатана. Это все делают садомиты. На один час не отпускай сына, дочь от себя. Сожги это терния. На блуде счастья не строится. Ни на шаг. Потом мисс красавица. В Арнавуде берут интервью через 20 лет. Вы были такая. Теперь обыкновенно, со всеми недостатками старости. Она говорит, дядя меня за руку водил. Все решается через постель. Вот и все. Ты там век никому не нужна, или сын. Ты думай, слово пало. И оно тернием глушится. А терния выжигается. Это написано в последних стихах третьей книги Едер, последней главы. Этим заканчивается Ветхий Завет. Нельзя пройти по полю. Мне Бог дал один талант, другому дал другой. Один купит богатство в деньгах, другой в каких-то знаниях. А есть знания божественные. Но как его употребить? Я знаю, есть какие-то места, где собираются одни грешники. Никого праведников там нет. А мне Бог дал веру о Христе сказать. Но как их найти? Я думаю, год-два нигде нет. И как Бог чудно делает. Везде терния. Особенно там, ну, больше всего забота, это семейная жизнь. Двадцать мытарств. И на одном мытарстве погибает больше, чем на девятнадцати. Это блуд. Прелюбодеяние. Это измена, разврат. Это все одно мытарство идет. И вот на этом мытарстве столько людей погибает. И один человек, даже не придумываешь имя его, фамилия Терновский, двоечник, десятиклассник. Одни двойки, ни экзамены сдать еще не может. И он стал думать. И создал такой канал. Сейчас рулетка. Все блудники мира собрались туда. Быстрое знакомство. И творят, что нет такого большего места на земле, как он создал. Сразу миллионером стал. Его заметили. Все. Одни двойки. И вот все подготавливалось к тому, что пришел человек. Как к нему попасть туда? К этим людям. Вы слышали? Вот к нам подавали заявление. Козловы из города Воронеж. Мать Татьяна и сын ее 17 лет парализованы. В 30 лет он ударился головой там об ревно. Прыгал в воде. И 20 минут лежал под водой. Когда через 6 минут полная уже атропация мозга. Он умирает. И что он претерпел? 17 лет. И он перед смертью нашел эту рулетку. Зашел туда. Два ролика составил. Я как глянул туда. На что привык я видеть все это. И в тюрьме, и в лагере. Но такого не видал. И откровенный разврат. Прямо открыто все творится. Примерно 50% мужчин, женщин голые. И всего сколько есть там. А каждый день там сотни тысяч людей. Процентов 80 мусульмане. У них так принято. Четыре жены официально. А тут 44 даром. Колым не платить. Я быстро разобрался. И стал молиться. Господи, дай мне талант этого Сергея. И мне Господь позволил быть там, в этом Терновнике. Созданном Терновским. 135 дней. И составить 464 ролика. Сколько людей найдено. Тысячам людей. Тысячам. Возвестить о Христе. Пожечь это терния. Только Господь может. Новые совершенно люди. Мусульмане пришли. А как это? А Богу только довериться. Да будет воля Твоя. Мои поиски ни к чему не приводили. И вдруг появляется. Бывает человек скажет обронить слово. Самый лучший в мире корабль строится. И строители говорят. Такой корабль сам Бог не потопит. Это Титаник. Полторы тысячи человек утонут в первом плавании. За полтора года где-то отомнется кусок льда. И медленно будет плыть. И точно прибудет на то место, где он идет. И он ударится и пойдет ко дну. Богу не доверились. Заботились об одном. Обшивку корабля. Ничего этого не надо. Вы будете лежать на дне. И вот так и у нас в жизни. Вот здесь. Сломаю старое жительство. Построю новое. А в эту ночь раздался голос. Душу Твою возьмут у Тебя. Я не против строительства. Но ты не забывай, что вышел сеятель. Апостол Павел говорит. Ну как проповедовать, если не будут посланы? Нас кто-то посылал. А Господь говорит. Идите. По всему миру. И проповедуйте Евангелие всей твари. Вот эта тварь превратилась в терния. И туда Господь посылает. А я не могу пойти. Но ты услышал. Услышал. И прими в этом участие. Ежедневно вспоминай, что есть такое место, где все заросло терновником. Скажем, это третья часть. Их четыре. Ну четвертое понятно. Плодоношение 30, 60, 100 крат. И вот если Господь коснулся твоего сердца, ты это услышал, с сегодняшнего дня, выдели для этого хотя бы две минуты. Господи, оказывается, есть такое место, где специально одни грешники собираются, одни терновник. И человека помилит терновая. Это как знамение какое. И Господь услышал. Господь, дай мне талант умершего этого человека Сергея. Я туда зашел, ничего не знаю. Как разговаривать? Как подойти? Мы двое пробовали. И по-разному. И наконец Господь указал, какой путь. Были люди, которые не могли разговаривать. Люди, это вы, я давно ждал. Мы встретились. Где встретились? Терновники. И Господь все пожег. Повторяю, одна душа, спасенная во Христе, дороже целого мира, полного золота. Если ты соблазнишь, как во Златоус говорит, священник, у тебя всей жизни не хватит рассчитаться за нее. За эту душу умер Христос, пролил кровь свою причистую. Поэтому, если вышел сеять и сеять, то Он это делает нашими руками, нашими устами. Я снова говорю, тебе нужна радость. У нас многие болячки от того, что мы чем-то недовольны, смущаемся. Радость всегда повышает внутренний тонус жизни. Нормально работает внутренность. Лицо по-другому выглядит. Не сумращее такое. Просто глаза будут светиться радостью. Господи, кому рассказать о дивной вести, что Ты умер за нас? Эту радостную весть избавления от греха. Вырви наших родственников из Терновника, которые тебя не знают. Правителей, которые издают такие грабительские законы. Господи, что они думают дальше? Просвети их. Нам не дано право идти митинговать, но и запрета нет на это. Будем говорить одно, Господи, вышли делатели на Ниву Твое. А Нива уже побелела. Но вместе с пшеницей растет и Терновник. Вот когда мы начинаем говорить слово Божие, в первую очередь, на душе довольство. Это выполнение заповеди Божьей. Сидите в Иерусалиме, доколе не обрещетесь силою. И вы будете моими избранниками и понесете благую весть до концов земли. А сегодня так это удобно делать. И телефон, раз позвонил кому-то. Старые друзья, школьные где-то. Каждый раз думай, на каждую встречу. Куда бы ты ни поехал, где-то отдохнуть. А там люди. Подойди к ним. С собой возьмите Евангелие. И скажите им о Христе. Потому что это может быть последний шанс для этого человека. И как мы будем скорбеть, потом он был рядом. Но почему я не сказал? Он уже никогда не вернется, чтобы услышать эту радостную весть. Итак, вышел сеятель сеять. Это я. Так и скажи себе. Меня Бог послал. Меня Бог послал не через священие, а Духом Святым. Прямо написано. Идите по всему миру. Я и иду. И далее. Будет при дороге. А даже при дороге. А могут ли обратиться? А птицы налетят. А ты подумай, как с птицами, то есть с демонами бороться. Человек сразу восстает. Перестань агитацией заниматься. А ты ему скажи. Близок Господь с сокрушенным сердцем. Вы люди несчастные без Бога. И на этих зерна топали. На первые три не написано. Говорят, если ты узнаешь терновник, не сей. Если не глубоко почва, не сей. Этого нету. Сей. Но любое дело, которое ты делаешь, лишь бы вреда не приносило. Итак, нас Господь посылает. Там, где глубоко-глубоко корни проросли в терновниках. Да избавит от всякого рода зла и греха. И надеет силой свыше быть его истинными служителями. Аминь. Аминь.